Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами читаем шестую главу. «Смотрите, не творите милостенье вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостенью, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославили их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. «У тебя же, когда творишь милостенью, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостяна твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемер, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они получают уже награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой видящий тайное, воздаст тебе явно». Мы видим, что Христос предупреждает о показных добродетелях. Нельзя делать добрые дела на показ. Нельзя, сотворив милостыню, трубить вокруг, что ты сделал. Нельзя даже молиться на показ. Вот что по этому поводу пишет преподобный Иоанн Лесвичник. Цитата. «Числавлюсь, когда пащусь, но когда я решаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание, опять числавлюсь, считая себя мудрым. Побеждаюсь числавием, когда одеваюсь в хорошие одежды, но и худые одевшись, но и в худые одевшись, также числавлюсь. Стану говорить, побеждаюсь числавием, замолчу, и опять им же победился». То есть речь здесь идет о том, в словах преподобного Иоанна Лесвичника, что человек не может избегнуть числавия. Можно и не делать добро, но числавиться, что ну вот, пусть эти подают нищим, если они такие богатые, а я подавать не буду. Можно и подать милостину, и тоже числавиться, как что и люди посмотрят, какую большую сумму пожертвовал на строительство Храма Божия. Можно и молиться, молиться так, чтобы никто тебя не видел, и даже затворить дверь за собой, но при этом числавиться, что вот я исполняю заповедь Божию, потому что я затворил дверь за собой, и никто меня не видит. Ну, правда, когда я заходил, человек 10 увидели, как я ее затворил громко за собой. Можно числавиться, и когда молишься просто, как говорит здесь Христос, на показ, что увидели нас люди. То есть преподобный Андреевич говорит, что есть вот эта зараза, зараза числавия, то есть искать не славу Божию, а славу человеческую. Поэтому где бы ты, он призывает как бы нас к вниманию, что бы ты ни делал, так он и пишет. Вот числавлюсь, когда пощусь. Но когда разрешаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание, опять числавлюсь, считая себя мудрым. Ну, чего не постяться. Я знаю, что пища не приближает к Богу, не отдаляет от Бога. Я же знаю Писание, так рассуждают люди. Побеждаю с числавием, когда одеваюсь в хорошие одежды. Ну, и в худые одевшись, так же числавлюсь, говорю, вот я нищий, они тут расфуфырились. То есть числавие, оно везде настигает человек. Поэтому преподобные и Господь Иисус Христос призывают нас быть внимательны к своему внутреннему миру. В Ситлян Златоуст пишет, цитата, хорошо Господь назвал таких лицемерами, то есть которые все делают напоказ. Их милостяна имела только личину милостяной, а сердце их было полно жестокости и бесчеловечия. Крайняя жестокость искать для себя чести и похвалу. «И не избавлять от несчастья другого, когда он погибает с голоду». Конец цитаты. Действительно, как сказано в Священном Писании, как-то относится так к человеку. Говоришь, идите, питайтесь и грейтесь. Или Христос приводит эту притчу, когда придет брат к тебе и постучится, и скажет, дай мне. Ко мне пришел человек, и мне надо проявить странное любие, у меня запасы кончились. Дай мне завтра утром отдам, он говорит, не тревожь меня, я уже сплю, и дети мои, у меня все в покое, все в порядке. Так и говорит. Какая жестокость, святитель Анзатауст, искать для себя чести и похвал, и не избавлять от несчастья другого, когда он погибает с голоду. Называется, святитель Анзатауст, это даже жестокостью. И когда молишься, не будь как лицемер. Святитель Анзатауст пишет тоже по этому поводу, цитата. Бог везде смотрит на наше намерение. Если и в клеть войдешь, и затворишь за собой дверь, но если сделаешь это по тщеславию, то затворенные двери не принесут тебе пользы. Господь желает, чтобы ты, прежде чем затворишь их, изгнал из себя тщеславие. И без этого порока, во время молитвы, всюду блуждаем своими мыслями. А когда приступим к молитве с тщеславием, тогда и сами не услышим своих молитв. И он спрашивает, как же можем надеяться, что Бог их услышит? Конец стат. Тщеславие мешает человеку даже слышать самого себя при молитве. Что это означает? Всем нам, наверное, известно. Ну, надеюсь, что многие из нас читают утренние и вечерние правила. О чем мы только не думаем. А все из-за чего? Из-за тщеславия. Потому что мы никак не можем переделать этих своих дел. Потому что мы думаем, а вот это сделать, а вот это, а он там, а он там. Язык там сам по себе бормочет. Боже, милость, будем и грешен, я к не количеству, ориен благой при тобой, он избавит лукава, да будет вам невольтва. А мысли там гуляют, где хотят. Так происходит. Поэтому, свидетель Анат Златоуста, Господь призывает нас к тому, чтобы быть внимательными. Все-таки послушать, вникнуть слова нашей молитвы, которые мы произносим по отношению к Богу. Все это происходит, конечно, по большему счету от нашего неверия. Слабоверия. У Исаака Сирина есть такие удивительные слова. Он говорит, ищущий себе почести не будет иметь недостатка в печали. Тот, кто ищет себе почести, не будет иметь недостатка в печали. Не надо потом думать, что это у меня такая тоска, я не знаю, куда себе деть. Что искал, то и приобрел. Искал почести, получил печаль. Свидетель Алексей Московский пишет по этому поводу следующее. Цитата. Не может домашняя молитва... Да, некоторые говорят о том, что затвориться в клеть, значит, может быть, и не надо молиться в храме. И вот свидетель Алексей Митрополит Московский отвечает. Не может домашняя молитва иметь успеха без молитвы церковной. Как храмина не может согреться от одного дыма без огня, так и та молитва бесцерковная. Церковь есть земное небо. В ней заколается агнец Божий в очищении грехов всего мира. В ней проповедуется Слово Божие. В ней невидимо осеняют престолы славы Божьей Херувимы. В ней руками священников приемлицы подается верным божественное тело и кровь Христовы. Вот что такое церковь. Как же можно заменить молитву церковную молитвой домашней? Конец цитаты. То есть нужно делать и то, и этого не оставлять. Молясь, не говорите лишника, как язычники. Они думают, что в многословии своем, как мы читаем далее, будут услышаны. Что значит в многословии своем будут услышаны? Святой Леонид Златоуст поясняет. Под многословием, цитата, Господь разумеет здесь пусторечие. Например, когда у Бога просим власти, славы, богатства. Словом, всего, что бесполезно для нас. Конец цитаты. Бесполезно с точки зрения вхождения в Царство Христово. Преподобный Епифаний также писал, цитата, «Женщина хананейская кричит и услышана, кровоточивая молчит и ублажается. Фарисей взывает и осуждает, а мытарь едва отверздает уста свои и услышан». Конец цитаты. «Не уподобляйтесь, говорит Господь в 8 стихе, им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения». Некоторые говорят, если Бог знает и так, в чем мы имеем нужду прежде нашего прошения, зачем тогда и молитва? Мы видим человека бедного, но пока он не протянет руку и не скажет, «Дай мне взаймы», мы не знаем, нуждается он в этом или нет. «Ну, мы не знаем», говорят, «ну, Бог-то знает, но Бог хочет нашего свободного произволения». Потому что если насильственно нам навязать любовь, она уже будет не любовь. Насильственно любовь навязана быть не может. Нельзя любить насильно. Можно любить только свободно. Как человека, тем более Бога. Поэтому Бог даст поросящему Него. Он ждет проявления нашей свободы. Далее. «Молитесь же так, Отче наш». Идет молитва, которую Господь Иисус Христос дает как образец для всех молитв и прошений взывания к Богу. И начинается она словами «Отче наш». Здесь снова, как бы говорится, утверждается, что соборная молитва, церковная молитва, она намного сильнее. Сильнее вопрошает, когда человек возносит ее в церкви к Богу. Потому как Христос, как мы видим, учит нас молиться не индивидуальной молитвой, а молитвой соборной. Потому что произносим мы не «Отче мой», а «Отче наш». Свидетель Кирилл Иерусалимский пишет так, цитата, «Какое превеликое Божие человеколюбие! Отпавшим от Него и дошедшим до крайности во зле даруется такое прощение всего худого и такая благодать, что они именуют Его, Бога, своим Отцом». Конец цитаты. Действительно. Род человеческий отпал от Бога, изменил Богу, фактически проявил хамство по отношению к Богу. И до сих пор проявляет. Грех хамства мы знаем, что это из книги «Бытия». Это когда хам посмеялся над Отцом. То есть в прямом смысле этого слова хамство — это смех над своими плотскими родителями. Но сегодня люди часто проявляют такое хамство по отношению к Богу. Не смеются над заповедями Божьими, пренебрегают церковными службами, иногда кощунственно относятся к церковным таинствам. Печально все это. Человек, остановись, опомнись, как сказано пророк Еремии, остановитесь на путях ваших. Бог хочет всем спастись, чтобы все жили. Избери, человек, жизнь. Зачем тебе умирать? Отче наш, Бог позволяет нас называть его так, своим отцом. Свидетель Тихон Задонский писал так, цитата, «Будем же с надеждой призывать Бога, как отца, будем к нему простирать свои руки, как дети простирают руки к родителям во всяких нуждах своих». Конец цитаты. Далее, «Отче наш, сущий на небесах», то есть Бог, который везде существует, везде проникает, вездесущий, всемогущий, всезнающий, всеблагой, вселюбящий, всесправедливейший Бог. Какие бы человеческие имена мы ему не приписывали или называли бы, какими бы именами он не был назван в божественном откровении, все это никогда не сможет выразить всей сущности Божией. Это лишь такое преломление Бога для нашего человеческого понимания, когда мы говорим, что Он всеблагой, всезнающий, всеведущий, но Он действительно вездесущий. «Досветится имя Твое, имя Божие свято». Свидетель Тихон опять же пишет. «Имя Божие свято», цитата, «свято и славно, без нашего прославления, но мы должны стараться, чтобы и в нас оно славилось, чтобы и мы ничего не искали, кроме славы Божьей». «Перед тем, что свято, мы всегда благоговеем, к этому относимся с должным страхом и попечением, поэтому слова «досветится имя Твое» можно понимать и так. «Страх Твой, Господи, вкорени в сердца наши». Конец цитаты. «Страх Твой, Господи». Вот что мы на самом деле потеряли. Сегодня в области такой вот, мы вошли в область светской психологии. Мы как-то ее полюбили больше даже, чем Слово Божие. На мой взгляд, не знаю, если не прав, поправьте. Но мне кажется, это есть тенденция такая, очень опасная. Мы стали говорить, что Бог — это любовь и только любовь. Это влияние такое, века сего. Но Бог — это не только любовь. Бог — это справедливый судья. Потому что иногда слово «любовь» мы понимаем в таком, в своем человеческом преломлении. В человеческом понимаем, что любовь, ну, значит, все дозволено. Ну, подумаешь, пошалили там, ребята немножко с грехом поигрались. А грех — это смерть. Поэтому мы потеряли страх Божий. А начало премудрости, страх Господень, как говорит экклезиаст, премудрый экклезиаст, начало премудрости, благоговейное отношение к Богу. Вот что значит страх Божий. Благоговейное отношение. Это мы утеряли. И утереваем. Поэтому утереваем и мудрость. Потому что нет начала страха Божия. Блаженный Феофилак Болгарский пишет так. «Устрои нашу жизнь так, чтобы она была во славу Твою». Конец цитаты. То есть вот что означает это выражение «досветится имя Твое». То есть Господи, мы как бы просим «устрои нашу жизнь так, чтобы она была во славу Твою». Святитель Гори Низкий пишет следующую цитата. «Тысячами смерть, тысячами путей вмешалась в природу. Всякий вид греха делается как бы каким-то путем к нам смерти. Наши страсти делают нас рабами смерти. Поэтому мы и молимся, чтобы пришло к нам Царствие Божие». «Чтобы обратились в ничто, царствующее в нас страсти». Конец цитаты. Далее «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твое, и на земле, как на небе». Звучит в синодальном переводе. И далее говорится «Хлеб наш насущный дашь нам днись». Что это за хлеб, о котором мы просим? Заметьте, что сказано, «Хлеб наш насущный дашь нам на сегодняшний день». Это очень важное замечание. Здесь есть два хлеба. Хлеб, который на сегодняшний день, то есть Господь предостерегает нас, как предостерегал тогда народ израильский, который шел по пустыне в книге Исход. Помните? Не собирайте себе столько, сколько вам нужно сегодня, на пропитание сегодняшнего дня. Что происходит с нами? Загляните в свои холодильники. Там уже все забито, сколько просроченных продуктов мы из него выбрасываем. Некоторые каждый день, некоторые через неделю. Зачем мы это все набираем? Христос нам в этой молитве, надо ее внимательно читать, Он говорит «возьми столько, сколько тебе съесть». И вообще, говорит, человек, тебе надо мало, предостерегая нас от любостяжания. Хлеб наш насущный дашь нам на сегодняшний день. Но здесь говорится о хлебе другом, о хлебе насущном, который ведет нас в жизнь вечную. Вот что пишет Киприан, святой Киприан Карфагенский. Цитата. «Хлебом нашим мы называем Христа, потому что вкушаем тело Его, как и Сам Он говорит, «Я хлеб, шедший с небес, едущий сей хлеб сей, будет жить вовек». Ивангелие Таана 6, 51. И угрожает, говоря, «Если не будете есть плоти, Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Иоанна, Ивангелие Таана 6, 53. Человек не самодостаточен. Он зависит от Бога. Но соединение это с Богом происходит в святом причастии. Так и говорит здесь, цитируя евангелиста Иоанна, святой Киприан. Так и говорит, «Если не будете вкушать Сына Человеческого, пить кровью Его, Евхаристии, не будете иметь в себе жизни». Потому что только Бог имеет жизнь в самом себе. Человека нет. И далее. «И прости нам долги наши, як же и мы оставляем, как и мы прощаем должником нашим. Господь заповедует нам прощать. Когда мы говорим, что Господи, мы прощаем, как и Ты нас простил, но если мы не прощаем, мы стоим и нагло в молитве в чинаше врем Богу, который знает все. Мы говорим, «Господи, прости нас, потому что и мы простили». А брата не простили. Этот негодяй, и этот еще хуже. А этот вообще никогда не прощу ни за что. Вот я услышал от тебя эти слова. Все, не прощу теперь, не могу простить. Не читай тогда молитву, отче наш, хочется посоветовать такому человеку. Ну как тогда читать эту молитву? Как молиться этой молитвой, если мы не прощаем? Что мы делаем? Это какое-то лицемерие. По-другому назвать сложно. «И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Святитель Кирилл Иерусалимский спрашивает, «Неужели Бог хочет нас ввести в искушение?» Вот как он пишет, цитата, «Уже ли Господь научает нас молиться о том, чтобы вовсе не быть искушаемыми?» И отвечает, «А как же сказано, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения?» Послание, соборное послание Иакова, 1 глава, 2 стих. «Искушение подобно как бы некому потоку», отвечает, «через который трудно перейти». Кирилл Иерусалимский, святитель. Он говорит, «Искушение подобно как бы некому потоку, через который трудно перейти, поэтому одни не тонут в них, минуют их, как искусственные пловцы, немало не увлекаясь ими, а другие не таковы, входят в них и погрязают. Иуда, например, войдя в искушение сребролюбия, не переплыл пучины, но потонул и погиб духовно и телесно. А Петр вошел в искушение от речения, но не потонул, а мужественно, переплыв пучину, избавился от искушения». Конец цитаты. Мы помним эту историю, когда апостол Петр впал в искушение, но покаялся. Как сказано, горько плакал. А Иуда, который впал в искушение, бросил, помним, эти серебреньки, это будет описано здесь же, в этом Евангелии, Евангелии от Матфея. Бросил эти серебреньки, и сказано, покаялся, но покаялся он лишь в том, не перед Богом, а лишь в том, что сделка не состоялась, как он думал. Он бросает эти серебреньки, но итог его такой, потому что он на них надеялся, пошел, сказано, и удавился. Когда денег не стало, совесть его как-то там замучила, но к покаянию он так себя и не привел, потому что волю свою погубил в сребролюбии. Вообще по апостолу Павлу корнем всех зол является сребролюбие, надежда на земное благо. Корень всех зол по учению апостола Павла сребролюбие. Итак, эти слова, не веди нас в искушение, но избави нас лукавого, можно понимать так, что Господи, проводя нас через искушение, не отдай нас в руки лукавому, но искушение не миновать. Я, кто есть царствие, из силы славы, вовеки. Аминь. И далее 14 стих. Если вы будете прощать людям согрешения, их, то и простит вам Отец ваш небесный. То есть он поясняет эту заповедь о прощении. А если не будете прощать людям согрешения, их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Я бы советовал еще после Марии Точи наш прочитать эти два стиха, дочитывать о прощении, о чем мы говорили свыше. Так же, когда поститесь, не будьте уныло, как лицемеры, и об они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям, постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. То есть опять говорится, снова Христос прибегает к тому, с чего он начал. Не творите добрые дела перед людьми, не молитесь на показ, не поститесь, теперь говорит на показ. А ты, говорит, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся, не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, Отец твой видящий тайны, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где вора подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа, то есть ни ржавчина, не истребляют, и где вора не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Действительно. Что значит сердце ваше, где сокровища наши? То есть о чем будут все помышления наши? Что мы считаем за сокровища, то есть что мы считаем за богатство, которое принесет нам счастье? О том наши все и помыслы, туда все наши истремления. Если мы считаем, что богатство это накопление здесь на земле, то все это с землей здесь и в прах, из праха ты взят и в прах возвратишься. А душа бедная, если бы хорошо было так по атеизму, чтобы она исчезла и все. Вот умер человек и исчез. Нет, не исчезнет. Будет мучиться с этими своими страстишками, с которыми привыкла здесь считать за идеал, за блаженство, из-за высшее стремление своего сердца. Где сокровища ваше, там и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Снова обращает внимание на что мы смотрим. Помните, что тела наши храм Святого Духа, живущего в нас. Поэтому все, что входит через наше око, через наши уши, через обоняние, все это либо оскверняет храм тела нашего, в котором содержится бессмертная человеческая душа, мысли, чувства, либо очищает. Куда мы смотрим, на что мы смотрим, на что мы обращаем свое внимание, свой взор, внутренний взор, куда он устремлен. И зависит от этого чистота или грязь внутри. Если око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. И так, если цвет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Или одного будет ненавидеть, а другого любить, и одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и богатству, мамоне. Нельзя сесть на двух стульях. Такая отчаянная попытка, которую можно наблюдать сегодня среди православных христиан. Отчаянная попытка сесть на двух стульях. Ну, мы знаем, что происходит, когда человек ходит, сесть на двух стульях. Такая неудобная ситуация он попадает. То есть, ах, и упал ножки кверху. Вот что происходит. Нельзя служить и Богу, и мамоне. Ибо одному будет угождать, а другому не родить. Не совместить это. Нельзя это совместить. Надо служить Богу. Поэтому Христос в дальнейшем так и скажет. Здесь он дальше говорит, посему вам, говорит, не заботитесь для души вашей, что вам есть, что пить. Не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный, он нам напоминает, что только сейчас мы молимся уже этой молитвой Отче наш. У нас Отец небесный. Неужели вы думаете, что Отец не позаботится о вас никак, полагая свою надежду на богатство и забывая о Боге? Да кто из вас заботись может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? А в одежде что заботись? То есть посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, то есть ваш отец, к которому я обращаюсь, Отче наш. Мы говорим Отче наш, наш Отец. Все делает так, что неужели вы думаете, что вам он не даст мало... И смотрите, что Христос говорит. Причина всего нашего такого состояния маловеры. То, о чем я сказал немного выше. Все это обезверие. Мы не верим. А почему не верим? Откуда берется неверие? Потому что не вникаем ни в строки Священного Писания или занимаемся этим непостоянно? Может быть, вникаем, но непостоянно. Смотрите, как апостол Павел пишет. Вникая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Этим себя спасешь и слушающим тебя. Постоянство. Вот чего, скорее всего, у нас не хватает. У нас все от случая к случаю. Я всегда предлагаю, ну, ешьте от случая к случаю. Спите от случая к случаю. Нет. А в этом и заботимся. Режим дня. Завтрак, обед, ужин. Спать, ну, надо восемь часов. И прочие заботы. А здесь, ну, так, почитали когда-нибудь, потом забросили, запылилась эта Евангелие, где-то там его найти сразу не могу. Маловера, А вера от слышания укрепляется. Сказано, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И так не заботьтесь. И не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Не говорит, что совсем мы должны быть ленивыми. Нет. Но в завершении расставляет приоритеты, иерархию ценностей. Говорит так. Ищите прежде Царствие Божие и правда Его. А это все приложится вам. Ищите прежде Царствие Божие. А это все приложится вам. А мы сначала ищем приложение и думаем, ну, Царствие Небесное, может, она как-нибудь само собой придет. Нет. Нельзя запрягать телегу впереди лошади. Это выглядит нелепо. Поэтому христианская жизнь, она вся наша выглядит как-то некрасиво. Итак, 34 стих. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Действительно. Мы всегда живем на перспективу. Мы думаем, ну, вот сегодня, завтра, 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 и выходит, сегодня не живем. Надо заботиться о сегодняшнем дне. Если бы действительно мы заботились о сегодняшнем дне как о последнем дне в нашей жизни, а кто его знает, может, он и последний. Думаю, что наша жизнь коренным образом изменилась бы. Христос призывает нас, ищите прежде Царствие Божие, а все остальное приложится вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok